Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 14 февраля. Сижу, отвечаю на вопросы зрителей моего канала YouTube, на те, на которые не напишешь в комментарии два слова. Ответ нужен объемный, 3D. Сейчас будем отвечать. Вот Людмила Бровкина спрашивает, не нужно ли рассаду привиктором еще раз проливать. Когда я говорила, что я при посеве поливаю семена и все закрываю, все. Многих интересует вот про привиктор эта информация, потому что препарат новый, не все еще о нем знают много. Я сама всего 5, по-моему, лет открыла как привиктор. И я вот ей быстренько ответила, что я никогда второй раз не поливаю и следующие поливы я не делаю. Но я не делаю только из экономии, потому что он дорогостоящий, потому что он труднодоступный. Я вот нынче нашла вот эту одну коробочку привиктора. И я его берегу, я им поливать не буду. Мне хватает однократный. Но я сейчас расскажу, как нам рекомендует производитель пользоваться им. Скажу, как делаю я и как можно делать, в каких случаях нужен повторный полив. Вот специальную инструкцию взяла, читаю. Огурцы и томаты. Я вот пользуюсь только на томатах. Но он еще очень хорошо помогает огурцам. Вот у огурцов же тоже корневые, прикорневые гнили. Вот этот пеноспороз. И вот тут написано, что полив почвы сразу после высева семян или полив рассады под корень через 14 дней. Это то есть, вот полив почвы, это так, как я. После посева я поливаю и все. И еще можно, если вы сразу не полили, можно полить, вот здесь производитель нам указывает, через 14 дней прям вот эти всходы рассады. И также про огурцы. Это я все пока про огурцы. Полив растений под корень через 2-3 дня после высадки рассады на постоянное место. И последующие поливы в период вегетации с интервалом 14 дней. Вот, конечно, чтобы поливать с интервалом в 14 дней, это предотвратит и корневые гнили и все. Но я опять же говорю, что так как препарат дорогостоящий, я вот так никогда не делаю. Но это может помочь тем, у кого бывает вот из года в год, из года в год, вот эти вот заболевания, которые в теплице бывают и на огурцах, и на томатах. Если уже такая ситуация, что, то, конечно, лучше полить раз, тут 2 раза в месяц. Если плантации небольшие, я не думаю, что это выйдет много. Теперь про томаты. Вот про томаты. Первый вариант, это так как у меня полив почвы сразу после высева семян. Это я так делаю. У меня вот этот однократный полив, и на этом я все останавливаюсь. Тут написано, или полив рассады под корень через 14 дней после высева семян. То есть, если вы сразу при посеве не полили, ну, не было препарата, забыли, не знали, потом купили, захотели применить, то вы можете полить на 14 дней. День. Если вы купите, конечно, у вас будет инструкция, вы все это прочитаете. И второй вариант, тут полив растений под корень через 2-3 дня после высадки рассада на постоянное место. Например, высадили в теплицу, прошло 2-3 дня, немножко она укоренилась, поливаете под корень. А последующие поливы в период вегетации с интервалом 14 дней. Ну, вы понимаете, что у меня столько посадок, что если мне привикуром поливать через каждые 14 дней, у меня будут не помидоры, а вот эти золотые яйца, помидорки. Это очень дорого. Я этого не делаю. И мне... Но я не делаю только из экономии. Из-за того, что я не могу себе позволить, например, купить 10 пачек привикура и поливать все мои помидоры. И мне нет необходимости, потому что у меня в теплице нет вот таких заболеваний, которые требовали бы вот таких частых поливов вот этим фунгицидом. Но если у вас ситуация такая, что опять же, так же как огурцы, если у вас из года в год, вот тут написано, фитофтороз сразу исчезнет, корневые, прикорневые гнили. Если у вас вот эта фитофтора жрет, если вы не можете дождаться, говорят о некоторых, раньше, чем соберешь урожай, уже фитофтора все сняла, съела, тогда, конечно, можно поливать через 14 дней. Я не думаю, что у всех там такие плантации огромные, одну теплицу, где у вас там 60 или 100 корней, можно обезопасить и можно полить. Это вот производитель рекомендует раз в 14 дней. Впрочем, так же, как и все остальные фунгициды и вот это все обрыскивание, все везде написано 2 раза в месяц и тогда никаких болезней не будет. Но я ограничиваюсь только однократным поливом после посева и этого достаточно. Никогда в лотках нет ни черной ножки, никаких вот этих гнили, ни плесени. Это очень действенное средство, мне хватает одного раза. Конечно, хотелось бы, чтобы на одном разе все и ограничивалось, больше не было никаких ни грибков, никаких заболеваний. Ну, жизнь носит свои коррективы, иногда приходится и в течение сезона что-то делать. Ну, все, до свидания. Я надеюсь, ответила на вопрос Людмилы Бровкиной. Продолжение следует...